всем привет друзья вы на канале воин и тут только самые свежие новости из мира бокса и ммэй и прежде чем начать выпуск хочу сказать большое спасибо за вашу поддержку в комментариях это очень помогает нашему каналу еще раз большое спасибо ну а теперь переходим к новостям погнали бывший чемпион восьми весовых категориях мэнни пакео заявил что ставит своего следующего соперника эрола спенса выше флойда мэйвезера который ранее пообещал дать спенсу несколько советов в преддверии поединка с филиппинским ветераном спенсу не нужны советы мэйвезера поскольку я верю что эрол лучше чем флойд я думаю он научит мэйвезера как драться в кость в кость нам необходимо изменить стратегию в сравнении с тем как мы готовились предыдущим боям в этот раз все будет иначе потому что он левша а это другие движения головы стратегии комбинации у меня было много возможностей выбрать пусть и непростой но куда более легкий бой сравнении с поединком со спенсом но я решил драться с ним поскольку хочу подарить болельщикам хороший поединок я хочу настоящий бой я боец а бокс моя страсть по слухам энди руис младший заменит подхватившего ковид тайсона фьюри и подерется 24 июля в лас-вегасе с дуанте им вайлдером руис прокомментировал слух беседе с корреспондентом фина боксинг нет не правда все это но признаться я готовился к еще одному бою с энтони джошуа когда казалось что он так и не сможет договориться с александром усиком но все происходит ведь не просто так верно нужно идти просто своей дорогой подниматься по своей лестнице в бою с крисом ореолы чувствовал что немного заржавел так что нужно проводить бои чаще поэтому совсем скоро вновь приступлю к тренировкам журналист райан ухара ссылаясь на собственные источники рассказал что переговоры по бою сауле альвареса с калибом плантом за звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе продвигается не лучшим образом связи с чем осенним оппонентом мексиканца может стать никто иной как геннадий головкин ранее коллега ухара лэнс пагмайр информировал что сервис дозон уже предложили геннадию сразиться с канело ближайшей осенью на что получил положительный ответ я слышал что переговоры по бою канело плант идут тяжело дозон нацеливается на третий бой канело трипл жи мне сказали что канело с большой вероятностью выберет трилогию с трипл жи они поединок с дмитрусом андрейдом вследствие их конфронтации на пресс-конференции в мае мне сказали что головкин скорее всего не будет драться дмитрусом андрейдом до запланированного на 31 декабря боя против риото мурата в японии конечно трипл жи не будет со мной драться дозон заставьте его объединить титулы том или флёр ты чё недостаточно уверен в своем чуваке да это прямой вызов тому джон тона бэнксу и трипл жи где ваши яйца промоутер александр красюк заявил что реванш василия ломаченко и теофима лопеса вызовет большой ажиотаж нежели поединок с джорджем камбососом ломаченко и лопес могут подраться в этом году для этого должна произойти целый цепь событий нужно отменить поединок камбоса с лопес это можно сделать лишь в одном случае теофима должен отказаться от титула ibf возможно ли это теоретически да почему нет шла ли речь о реванше ломаченко лопес да отец теофима это подтвердил и в эфире и в личном беседе думаю что он состоится этот бой вызовет большой интерес нежели поединок теофима с камбососом также александр красюк ответил на вопрос о том будет ли владимир кличко помогать усику в подготовке к бою с антони джошуа владимир кличко однозначно поделится своим опытом с александром перед боем с джошуа я в этом уверен казахстанский файтер жалга шумагулов опубликовал пост в инстаграме посвященный своей первой победе в и все вот и свершился мой решающий поединок я просто обязан был выиграть я усердно готовился и как никогда подошел к этому поединку со всей серьезностью я просто не мог подвести свой народ ведь я столько сил и времени все что можно было вложил чтобы попасть в промоушен номер один во всем мире и и все если бы в этот день не подняли мою руку то все к чему я стремился почти всю свою жизнь было бы напрасным именно этот поединок был посвящен моему народу моей стране я просто не мог подвести свою страну а хейтерам скажу сейчас мое время а на это у меня все друзья большое спасибо за просмотр если видео вам понравилось то поддержите его своим бойцовским лайком обязательно пишите в комментариях что вы думаете обо всем этом ваше мнение очень важно и самое главное желаю вам и вашим близким крепкого здоровья удачного дня и увидимся завтра всем пока